Девушки отдыхают — Многие знают, что «КамАЗ» снял все сливки, но вы ехали не на «КамАЗах» и тоже призёр — Ну, надо отметить то, что «КамАЗ» снял, конечно, все сливки, но... — Грузовые — Да, в том-то и дело, что грузовые, а мы победили в абсолютном зачёте, потому что в том числе и «КамАЗ» тоже был нашим соперником — А что значит абсолютный зачёт? Во-первых, на чём вы ехали? Вы ехали с «Новицким» — Я ехал с Леониным Новицким, это автомобиль, подготовленный, так сказать, заводом BMW под маркой «Мини» — То есть это, грубо говоря, «Мини-Кантримен», который раздули насосом визуально И он, ну, практически один в один, ну, автомобиль сходящий с конвейера Хотя внутри полностью переделанный, но я имею в виду внешне — А, внешне он похож на «Мини-Кантримен»? — По факту вы выступали за команду BMW? — Ну да, это команда BMW, которой название существует X-Rate Но реально это завод BMW — А что такое абсолютный зачёт? Это где все машины, и грузовики, и мотоциклы? — Да, это единый зачёт, нет, мотоциклы, они в любом случае всегда рассматриваются индивидуально А есть отдельный зачёт, это автомобили и грузовики, и легковые внедорожники — Ну и, ну, это вообще объективная оценка, сравнивать и грузовики, и внедорожники — Вы знаете, на сегодняшний... — Да, и маленькие машинки — Вы знаете, на сегодняшний момент грузовики — это грандиозное оружие, которое представляет очень серьёзное соперничество И подготовлены они не хуже, чем внедорожники, и даже по своим параметрам превосходят некоторые из них В качестве автомобиля какого-нибудь «Дероя» и «КамАЗ» в том числе — Давайте начнём всё-таки с базовых принципов, вот с гонки «Дакар» — Гонка легендарная, не сказать, что являюсь большим поклонником вообще автоспорта Но вот какая-то такая детская восторженность и мужская восторженность перед «Дакаром» Как таковым вообще перед автоспортом, она присутствует Чем «Дакар» — вот просто для нас и для слушателей, чем «Дакар» принципиально отличается от гонок подобного класса? — Вы знаете, если действительно рассматривать с точки зрения автоспорта Гонка «Дакар» — это, в общем-то, в простонародье дружеская покатушка Потому что она не входит в зачёт международной ФИО Хотя по своему статусу, и вот среди людей, которые занимаются ралли-рейдами Это, наверное, пик мастерства, участие на «Дакаре», финиш на «Дакаре» Считается в автобиографии любого ралли-рейдиста, наверное, высшей ступени Выше уже больше, дальше уже некуда — То есть даже не победа, а просто финиш? — Да, вообще, на самом деле, многие грезят доехать до финиша на «Дакаре» Потому что, допустим, из 300 участников, которые стартуют ежегодно, приезжают там меньше половины В любом случае на финиш Поэтому любой участник, в первую очередь, стремится хотя бы доехать до финиша Чтобы получить заветную приз участника на финишные арки — А что мешает доехать? Дорога или машина? — Нет, мешает все Дело в том, что 15 дней постоянного передвижения на автомобиле Помимо физической усталости, есть еще моральная усталость Есть усталость техники Потому что любая железка имеет свойство ломаться и так далее Плюс, если этой техникой помогают ломаться, то, соответственно, все это ускоряет — То есть всего две недели проходит, сама гонка идет? — Да, на самом деле 15 дней Посредине этих 15 дней есть так называемый «рест день» Это когда сами пилоты отдыхают, если у них есть с собой, грубо говоря, поддержка техническая В виде механиков, грузовиков и всего остального То есть в этот момент работают усиленно все другие, которые меняют там запчасти Готовят, разбирают машину, собирают ее То есть это некий отдых для пилота и штурмана — Но это всего лишь день — Да, это всего лишь один день — А как вообще выглядит этот график? То есть вы, вот первый день, вы там с утра встали все Все гонщики собрались Ну это мои примитивные представления, романтические Или как это выглядит? И поехали — Ну это практически так и выглядит Единственное, что это ограничено некими временными параметром Потому что есть четко стартовая ведомость То есть как на любом автомобильном соревновании Есть время старта, есть время максимальное, которое тебе дается для преодоления всего спецучастка И так далее То есть это на самом деле автомобильное соревнование, проходящее по определенному регламенту Оно очень похоже на, и точнее очень похоже, практически 100% похоже на любое международное соревнование по автоспорту — Мне интересно, как закручивается эта спираль То есть вы проехали первый день там 700 или сколько у вас? — Нет, но в этом году есть некий, был первый спецучасток Который, грубо говоря, как селекция В зависимости от времени прибытия на финиш Ты на следующий день стартуешь, приехал пятым, значит пятым будешь стартовать на следующий день Вообще по ходу гонки такая вся тенденция существует Но организаторы вначале всегда дают некий короткий спецучасток — Чтобы понять, кто есть что — Да, чтобы дать возможность людям разобраться между собой И дальше уже стартовать по мере сил подготовки автомобиля и некой удачи — Ну это аналог квалификации в формуле 1 — Да, абсолютно то же самое, да, это некий квалификационный заезд Более того, поскольку в этом году он был всего 13 километров Для того, чтобы люди не... Потому что в любом случае есть некая тактическая борьба Для того, чтобы люди не играли в эту тактическую борьбу И не давали возможность ехать открывающим на следующий день И искать дорогу и так далее Специально время было увеличено в 5 раз Для того, чтобы избежать всяких... Ну всевозможной тактической борьбы — А расскажите про тактическую борьбу на Дакаре — Ну она в любом случае существует, потому что... — Что это? Какие-то приемы? — Главное я услышал Понимаешь, ты едешь первый, а по твоим следам едут все остальные — Да, да, в том-то все и дело Что ралли-рейды, если начать, ну для того, чтобы было понятно Это некое соревнование по... Быстрая езда внедорожная по незнакомой местности То есть накануне перед стартом вечером раздаются дорожные книги В которых нарисован маршрут Ну как нарисован, написан маршрут в виде некого расстояния Ориентиров на местности, либо курсов, что-то еще И дальше каждый пытается найти нужную дорогу на финиш Исходя из этой дорожной книги Поэтому в любом случае, если ты едешь по каким-то следам А тем более, если ты едешь по следам людей, которые хорошо этим владеют Всегда проще Поэтому вот в этом и заключается тактика Что, ну как всегда говорят, что как едут лидеры Лидеры едут там, допустим, по следам моциклистов Как едут моциклисты? Моциклисты едут по следам открывашки Открывашка — это некий автомобиль, который производит изучение и проверку трассы накануне Ну, может быть, за месяц, может быть, за несколько дней То есть есть своя специфика И понятно, что никому ехать открывашкой не хочется Потому что это сложно Это надо искать ориентиры, которых, как правило, никогда невозможно увидеть Это очень сложно И так далее Вот для этого Это вы как штурман говорите, что ориентиры никогда невозможно увидеть Ну, дело в том, что я 10 лет, наверное, даже больше участвовал в этом деле как пилот Это потом только меня, ну, завлекло в штурманское кресло Ну, в общем-то, да, как штурман я могу сказать, что ехать открывашкой — это крайне тяжело А вот сколько у вас получается суммарное количество времени, сколько вы выступаете в Дакаре? Сколько раз вы участвовали? Нет, ну, в Дакаре я начал выступать с 2005 года А вообще я участвовал в российском чемпионате неоднократно и в кубке, и в международных кубках, и в гонках Два года подряд отъездил штурманом в Кубке мира с Жанлой Шлиссером То есть, в общем-то, практика у меня такая интересная Тогда вопрос напрашивается сам У кого работа и более ответственная, и более сложная? У пилота или у штурмана? Кто мозг, кто всё остальное? Вы знаете, на самом деле это некий комплекс, и нельзя сказать о том, что там кто-то главнее или кто-то важнее Вот со стороны штурмана я могу сказать, что очень сильно зависит от пилота, насколько он умеет быстро, качественно ехать И самое главное, насколько он готов воспринимать ту информацию, которую даёт штурман И, наверное, безотказно её следовать Это очень важно, потому что... А как он может не воспринимать информацию, если вы ему говорите 70 налево? А какие вообще термины? Ну, вот даже если ты, например, пилоту говоришь о том, что нужно 70 налево повернуть во вторую дорогу А он при этом не поворачивая налево, поворачивает в первую, или вообще не поворачивает, а едет дальше То дальше начинается конфликт, потому что вы пролетаете мимо ориентира Нужно возвращаться назад Это некая работа с приборами и так далее Это вот всё создавляет дополнительные сложности Причём потом пилот начинает говорить о том, что ты ему этого не говорил Скандал в салоне, автомобиль, драка, выход из машины То есть случаев таких всяких... Бывало у вас, да, такое? Было, и более того, я могу сказать, что есть некие хитрости штурманские, позволяющие всё это дело утихомирить Расскажите Один из них, то есть мой любимый, как правило, дорожную книгу предыдущего дня Ну, если ты понимаешь, что пилот способен на такие вещи, то лучше её не выбрасывать Потому что при том ситуации, когда пилот перестаёт слушаться, достаточно на его глазах выкинуть в окно дорожную книгу А, при предыдущего дня? Ну, естественно, да Это сразу охлаждает пыл Вызади меня здесь у кактуса Да, пилота, да, и всё на этом заканчивается Или просто, типа, остановись Пилот останавливается, начинаешь выходить из автомобиля Начинает сразу вопрос, ты куда пошёл? Типа, да что с тобой ехать, если ты меня не слушаешь и так далее А как я поеду дальше? Ну, то есть тут вот А, ну, то есть всё-таки главный, получается, штурман Ну, вы знаете, это на самом деле некий даже момент охлаждения ситуации Потому что, как правило, ну, все люди на такие серьёзные соревнования выезжают, как правило, те, кто друг друга знают Да, уже люди, которые когда-то сталкивались Которые имеют некую психологическую, наверное, уже устойчивость к друг другу Потому что, но всё равно при этом любой человек свойственен ошибаться, уставать и так далее Иногда бывает полезно сменить ситуацию в машине, да, для того, чтобы отвлечь пилота или штурмана от какой-то там, ну, куда он там впал неожиданно И вывести его из этого состояния Поэтому это не только сделано для какой-то там злобы или там мщения или что-то ещё А именно для пользы дела, как правило, это... Для психологического комфорта в коллективе Да, потому что обычно любой скандал, как бы он там не развивался, после гонки все выходят из машины, все забывают, друзья успокаиваются, вечером всё приходит в норму Ну, то есть, это, ну, как такое, я говорю, что ситуация для разряжения её и успокоения А вам страшно ехать с гонщиком? Потому что я как представлю, что у меня в ногах педалей нет Для меня прям паника, я поэтому вот когда езжу, я всегда сажусь назад, потому что я паникую А вы летите на бешеной скорости, по барханам, по бездорожью И вы должны свою, ну, не жизнь, но безопасность доверять человеку, который сидит рядом с вами Вы знаете, на самом деле, ну, там без ложной скромности Я скажу о том, что, как правило, людей, которые были пилотами, садиться в правое кресло не способен никто То есть таких людей, кто пересаживался с одного на другое место, очень мало Люди действительно реально боятся и не могут, там, вот я говорю, что много было случаев, когда пилот устал, да, и нужно бы его пересадить, чтобы он отдохнул и так далее То есть люди не готовы, ну, то есть пилоты не могут сесть в штурмское кресло А как вы переступили через это? Не знаю, трудно сказать, я как бы не испытывал, ну, не получилось у меня никаких сложностей на этот счёт Просто, наверное, мне пришлось себя пересилить, потому что, когда я получил предложение от Шлисера проехать с ним в правом кресле, ну, выхода не было А нам вот тут пишут, извините, перебью С Шлисером? Ух, это, если я не ошибаюсь, как Шумахер в Формуле-1? Да, это фигура даже больше, наверное, потому что это мэтр ралли рейдов И я говорю, что, получив предложение от него, мне ничего не оставалось сделать, как согласиться Ну, потому что это, ну, предложение, я не знаю, ну, как полететь в космос, там, с Гагарином вместе или что-то ещё И поэтому я вынужден был, там, закусив зубы, сесть, мне было страшно Страшно было? Да, реально было страшно, и самое главное было страшно даже не то, что, ну, там, по скорости или что-то ещё А было страшно просто подвести человека, потому что он всегда едет в призёрах, в лидерах И вот как раз с ним я научился ездить открывашкой, потому что, ну, это приходилось делать, да И вот первый раз, когда мы ехали открывашкой, это был, конечно, самый смертельный случай То есть меня трясло, колбасило, он даже меня успокаивал, типа, ну, что ты, я говорю, не могу даже зубы свести Потому что не представляю, как это всё будет происходить Ну, сейчас, конечно, это проще А там же ещё какой-то языковой, ну, не то чтобы барьер был, но какие-то сложности уже, наверное Ну, да Не нарёшь вот так вот на русском, на русском исконном, на понятном всем Ну, в общем-то, да, хотя я могу сказать, что вот опыт езды с Шлисером показал то, что, ну, с уровнем таким, как у него Не нужно никуда орать, надо, наоборот, учиться и наблюдать И я могу сказать, что для себя, как вот именно спортсмен там ралли-рейдов и именно пилот Я открыл очень много ничего интересного И мои представления, в общем-то, о ралли-рейдах поменялись довольно-таки крепко после вот, ну, участия в гонках с ним Ну, я прочитал в одном из ваших интервью, что вы писали, говорили, что Шлисер ей достаточно хладнокровно И никогда не даёт эмоциям брать верх А мне казалось, что, а как вот в гонках добиться вот этого результата, когда несколько секунд или там несколько минут Ты должен где-то рисковать постоянно А как он хладнокровно и на классе как-то выезжает? То есть он знает порог дальше В чём секрет? Ну, во-первых, вот часто задают вопрос о том, что какая разница между пилотами Шлисером и Леонидом Новицким, с которым мы сейчас участвовали на Дакаре Вы знаете, видимо, возраст всё-таки имеет значение Но разница в том, что одному 64, а другому 47 Шлисер 64 Да, и дальше, дело в том, что настолько человек умеет ездить и настолько он привык к своему автомобилю И то, что он делает, что у него нет борьбы ни с машиной, ни с дорогой, ни с трассой, ни с чем Он едет совершенно спокойно, хладнокровно, при этом очень быстро И это тоже придаёт некую спокойствие Когда, глядя на него, ты видишь, что ты несёшь там 200 или 220 по пересечённой местности И при этом, казалось бы, должно быть страшно А ты видишь, что человек совершенно спокойно, ну, ни одной рукой, конечно, потому что это неправильно Да-да-да, это не такси То есть совершенно спокойно управляет автомобилем Становится вообще, как бы, и самому спокойнее Но он человек, который знает чётко свой темп и знает, как его поддерживать В этом всё его преимущество Ему не надо говорить, где-то сброситься, где-то нажать и так далее Ему достаточно произнести некие записи дорожной книги И этого достаточно для того, чтобы он либо максимально разгонялся, либо максимально тормозил, либо что-то ещё делал Хотя вот Леонид Новицкий тоже, он очень динамичный гонщик, что мне очень понравилось То есть он тоже прекрасно держит темп и знает и так далее Но у него есть некий, наверное, другой То есть он готов рисковать Ну, естественно, в правильном смысле этого не просто там на крыше ездить А именно рисковать по-настоящему И у него есть некий азарт Может быть, ну, не юношеский, но всё-таки более такой, ну, молодёжный А у того тот всё-таки метр-прессор Более прагматичный И, наверное, чаще нажимает на педаль тормоза, чем, допустим, Леонид Для того, чтобы не рисковать Но в то же время его неспроста называют лес пустыни И гонок, он умеет пользоваться тактикой и расчётом тонким в голове И это ему позволяет выигрывать вот те секунды, которые, может быть, другие люди теряют Вам-то что интереснее? Вот да, с кем гонка была более интересна в плане работы штурмана? Знаете, мне на самом деле интересно и с тем, и с другим Я говорю, что у одного и у другого есть свои, как бы, специфические особенности Да, тот тактик, стратег умеет читать дороги, наверное, и предугадывать то, что вообще нормальному человеку не придёт в голову Да, как найти там, среди дюн найти дорогу, по которой местные катармодисты перевозят там какой-нибудь там мазут Это вы сейчас придумываете или было такое? Нет, на самом деле я ничего не придумываю, это для меня самого было открытие Расскажите эту историю Тогда нас завели в какие-то безумные дюны Кто завёл? Карты дорожные? Нет, ну, естественно, дорожные книги Нас завели, вы же штурман Ну да, нет, я имею в виду, что наш дорожный книг Организаторы Да, организаторы завели в дюны, по которым приходилось довольно-таки жёстко ехать При этом шлицер совершенно спокойно свернул с этого курса там налево И так далее, когда я начал говорить, что мы едем не туда, потому что нам вот типа туда Он говорит, подожди, такого не может быть, здесь должна быть какая-нибудь наверняка дорога Мы сейчас её быстренько найдём И мы нашли действительно какую-то совершенно там второстепенную дорожку Но по ней было гораздо быстрее и спокойнее Ну и вот это свойство человека Он умеет читать, читать профиль Он умеет читать и понимать и ту местность, где он находится Более того, огромный опыт там, участие там в Тунисе 20 раз, например Участие в Марокко там 30 раз и так далее Он просто сам по себе понимает местность Понимает, как она расположена Как там живут люди, что они делают и так далее То есть, ну, реально, человек там Это уже больше, чем гонщик, это уже чувство Ну, я ещё раз говорю, ну, человек всю жизнь занимается этим Поэтому, естественно, ну вот А Леонид, он больше спортсмен Леонид бы попёр на дюны, да? Абсолютно, то есть, не попёр бы, а он и пёр Мы лазили, залезали в совершенно безумные дюны В которые, в общем-то, может быть, даже и не надо было лезть Но мы готовы, автомобиль готов Он великолепно ездит по пескам То есть, у него своя методика, свой какой-то разработанный для себя Чисто индивидуальный стиль Который позволяет, ну, не знаю, залезть куда угодно То есть, сомнений нет Я сначала остановился, потом я понял, что этого не будет То есть, мы можем лезть куда угодно И нам это ничего не грозит Очень интересно Друзья, 5533 приходит Ряд вопросов Вот люди удивляются А мотоциклист же, получается, он и пилот, и штурман Мотоциклисту, как бы, вдвойне сложнее Абсолютно точно И больше могу сказать даже по себе Что, на самом деле, когда я начал ездить с шлисером То первое требование, которое мне было предъявлено Я должен был научиться пользоваться приборами И методику именно мотоциклетную У нее там, ну, есть свои определенные особенности Я не буду сейчас это слишком долго рассказывать Но это считается совершенной техникой И к ней нужно учиться Нужно именно пользоваться И так далее Конечно, им гораздо сложнее Но у них подготовка Дорожные книги тоже имеют свою специфику Они для себя там выбирают Те особые отметки, которые решающие И так далее, то есть, все это действительно сложно И более того, всегда, когда едешь Допустим, впереди, если впереди стартуют мотоциклисты Всегда понятно, кто ехал во главе Кто открывал гонку, да Если там этот Марк Кома Или бы там Серил Дипре То понятно, что совершенно нормальный трек По которому можно ехать А если это, грубо говоря, какие-то там другие мотоциклисты Там второго десятка или третьего То лучше проконтролировать Да, то это может быть совершенно непредсказуемо Вообще в другую сторону Мы прервемся, друзья, на новости Константин Жильцов Призер ралли Париж-Дакар У нас в гостях Вернемся сразу после новостей К разговору 18 часов 40 минут Столица, друзья У нас в гостях Константин Жильцов Призер ралли Париж-Дакар Очень интересная дискуссия За кадром состоялась и продолжается По поводу местного населения Как они реагируют Во-первых, Дакар, ну, чтобы все понимали Он сейчас проходит не в Африке, а в Латинской Америке Да, абсолютно верно По каким странам в этот население стандартный? Нет, первое, в 2009 году После отмены в Африке Он стартовал, был Аргентина-Чили В этом году и в прошлом году Туда еще привлек Ну, Перу попало И вот в этом году было Перу Мы стартовали в Перу В Чили, Аргентина В следующем году уже Как бы анонсировано то, что будет принимать участие Боливия В общем-то, все эти страны Они действительно Очень любят автоспорт Поскольку там проводятся Неоднократные этапы ралли в РСИ И все остальные И поэтому все, что связано с автоспортом Там совершенно безумие Первый год, когда мы стартовали в Буэнос-Аресе Место положено проезду по городу 15 минут А что это за проезд по городу? Ну, это в связи с тем, что первый раз проводилась там гонка Именно на внедорожниках Для того, чтобы людям хотя бы показать, что это Это презентация Да, да, некая презентация Под Корнетом мы должны были 15 минут потратить на то, чтобы проехать 3 км по городу Через центральную площадь и так далее Это заняло в итоге 3,5 часа Некоторые там полночи еще ездили Потому что совершенно сплошной живой коридор из людей Проехать невозможно Все останавливаются Все просят автографы Кого-то на телевидение забрали Кого-то свадьбу провести Да нет, но и списали все фломастеры Ручки там Люди целовались, обнимались То есть, ну, совершенно полное безумие На следующий день, когда мы стартовали на спецучасток То перед этим у нас был Леозон То есть, свободный проезд 350 км Он был целиком полностью занят людьми То есть, 350 км люди стояли живой цепью Да, практически цепью Сидели люди на обочине, под зонтиками Посредине на разделительных и так далее Все приветствовали С восторгами, с криками и так далее То есть, ну, совершенно безумие полное Я говорю, в этом году все то же самое практически Может быть, в меньшей степени, конечно Потому что, все-таки, это не Буэнос-Айрес Но, тем не менее, все Что и Перу, и Чили, и Аргентина Все, в общем-то, люди болеют И этим и очень любят этого А помогают они вот в процессе гонки как-нибудь? Вы знаете, на самом... Там показывают, туда не езжай, там брат Нет, на самом деле, я объясню Вообще, в принципе, существует такое мнение И для всех спортсменов это знают О том, что если где-то ты видишь стоящего журналиста На дюне или, допустим, на какой-то там Ну, в каком-то месте То это означает то, что там Какое-то должен быть интересное препятствие Чтобы сделать какой-нибудь жареный снимок Поэтому, как правило, всегда люди там Стараются тормозить, либо что-то еще Ну, то есть, повышенное внимание И более того, вот там Во многих странах, поскольку я там участвовал В других еще гонках Да, есть мнение о том, что лучше не слушать Ни зрителей, никого Потому что, как правило, многие пытаются Там тебя подбодрить Давай, давай, быстрее, быстрее А там какой-нибудь трамплин или овраг Или что-то еще и туда свалился Все смеются и танцуют То вот В Чили, поскольку в нашей команде И участвовал чилийский Один из чилийских гонщиков Мы с ним на эту тему разговаривали И он сказал, что в Чили Наоборот То есть, все люди реально отдают отчет В своих действиях И наоборот, если тебе подсказывают Чилийские болельщики, что нужно делать То нужно свято верить этому И понимать о том, что они не обманывают И наоборот помогают То есть, ну вот Такая как бы Ну то есть, когда по трассе едешь По спецучастку Правильно говорит По спецучастку Ты не одинок За тобой все время следят Тоже на листик На самом деле, да Естественно Потому что На самом деле В этом году присутствовало Пять вертолетов с журналистами Которые постоянно снимают Журналистам дают Вечером специально дорожную книгу С зрительскими зонами На которые Ну им предлагают Допустим Интересные места Какие-нибудь там Интересные дюны Или что-то еще И туда, как правило Есть доезд И они туда добираются Там где-то снимают Хотя Вот А зрители Это уже по мере Их понимания Возможности Преодоления Этой дороги Или без дороги Куда они могут добраться Но Вот зрительские зоны Четко анонсируются Каждый день вечером Там на брифинге А вообще Сами по себе Они Ну Если кто-то способен Куда-то добраться Там поглубже То добираются И поглубже А протяженность этапа Вот ежедневного Она примерно какая В среднем На самом деле Разные спецучастки Но Там В этом году Минимально было Что-то в районе 250 километров А вообще И 300 И 500 И 600 Бывают Если учесть еще Что сложные дни Когда и большие лиозоны В этом году было Там Что-то 780 километров В один день Мы преодолели По бездорожью Нет Ну там часть по асфальту Часть по бездорожью Но вот Латинская Америка Она использована тем Что очень много Дорог и связей Именно по асфальту И такие лиозоны В общем-то Все цивильные А вот сама Африка Если говорить про Африку Там где раньше Проводился Дакар То там С асфальтом вообще проблема И в общем-то Все лиозоны Как правило Вне дороги И более того Например Переезд там Из Марокко В Мавританию Он всегда проходил Раньше через минное поле Которые Ну там Специально Минное поле Когда-то заминировано Никто его Больше не занимается Проделали некую дорогу Вдоль дороги Стоят такие Типа лампадок Свечек Которых Там тлеет огонек Это вот конкретный маршрут По которому можно ехать Отклонение На свой страх и риск И преодоление Именно границы Это представляет из себя Там Пятнадцатиметровый Вырод Ну Ров И пятнадцатиметровый Насыпь такая И в ней взял проход Вот это как бы Переход границы Марокко С Мавританией Ну вот такой В ней И все Вся техника В том числе Ассистанс Грузовики Все всегда ездили Именно вот по такому Короткому спецучастку И тогда Машины должны были Оборудованы каркасами Более того Даже механизация ехала В шлемах Ну вот Потому что слишком опасные Ну да Слишком опасные И абсолютно неровная дорога То есть такие Ямы-каналы Прям настоящий спецучасток Ну да То есть перегоняют машины Не гонщики сами Или гонщики Вот ночью вы приехали На один спецучасток Завтра у вас другой Да нет На самом деле Они связаны Финиш Он является стартом Следующего спецучастка На самом деле Чтобы вы представляли Вот просто Изначало Что вот например Команда X-Ray Представляла из себя Там 110 человек Всей команды Из них там 10 грузовиков Сопровождения Которые везут запчасти Оборудование Кухня Офис трак И так далее То есть ну целая история Два грузовика Которые идут по трассе Грубо говоря Параллельно с Володей Чагиным На это Так называемая Т4 Которая Именно быстрая техничка И так далее Вся эта техника Чётко расписана Когда Куда И зачем она выезжает То есть вы приезжаете На спецучасток Заканчивается Может быть ли озон Может быть не быть ли озона Вы приезжаете на бивак Это некий лагерь В котором Производится обслуживание техники Дальше Этот лагерь Снимается Переезжает в новое место И вот снятие Это лагерь Зависит от того Какой Допустим Леозон Для ассистанса Там по 700-800 километров Они уезжают Там в 5 утра То есть остается Остается некая Группа Обслуживающих Которые выпускают Вас на старт А остальные Все смываются И едут И разбивают Лагерь И ждут вас Уже на финише То есть это Это особая жизнь То есть у них тоже гонка Ещё какая Ещё какая И даже Наверное По более чем У нас Я говорю Что у них Связано с тем Что они должны Обслужить технику Успеть лечь Поспать Если это получится Утром рано Стартовать Переехать на другую Вивак Там всё подготовить Разложить И так далее Потом всю ночь Опять работать То есть это Они не спят Вы-то получается Ночью спите А они днём едут Ночью работают Днём едут Ночью работают Ну вы знаете Я могу сказать Что вот Когда ты едешь В голове Ну так Да А в голове колонны В голове Гонки Да То как правило Приезжаешь Там после обеда Либо Ну всё-таки Вот были у нас Правда сейчас Спецседжаз Когда мы приезжали Там в 6 часов Вечера и в 8 Но как правило Это всегда Там после обеда Голова приезжает Уже на бивак И есть время отдохнуть Те кто едут дальше Или гарнир Как называемый Гарнир это что? Гарнир это те Кто едут в хвосте Ну это Ну такое слово приемлемо Многие даже Не успевают поспать И бывали случаи Когда на спецучастке Случались какие-то Непредвиденные обстоятельства И приезжаешь на утром За 15 минут до старта Успел съесть что-нибудь И тут же уезжаешь На следующий день На спецучасток То есть что-то ещё Ну вот Я говорю что Это вот Послушайте Мечта для тех Кто остался И вызов для тех Кто поехал То есть это Девиз грубо говоря Дакара И он Реально работает Причём я говорю что Выработана вот для меня Например четкая формула Участие Дакара Что если ты в первые Там 2-3 дня Проигрываешь Лидеру там 2-3 часа То это большая вероятность Того что там На 3-4 день Ты сойдёшь Ну невозможно Ну потому что Старт Например утром Там 8 утра Накапливается Ну конечно Во первых Старт утром В 8 утра К примеру Там Сотый Или 150 150 Участник Он стартует уже практически в обед Ну понятно И приезжает ночью Да И в итоге Он начинает бороться Ехать Обгонять машины в пыли Или что-то ещё Совершает Как правило Больше всего ошибок Друзья Константин Жильцов 5533 В начале маяк Есть вопросы Сейчас сразу после паузы Их зададим Константину 18 часов 51 минута Константин Жильцов Призёр ралли Париж-Дакар Вместе с Леонидом Новицким Вот вопрос Главный вопрос Который прислали уже Порядка 6 слушателей Сейчас зачитаю несколько смс Всем привет Как поучаствовать В каком-нибудь рейде Мечта всей жизни Как стать пилотом Париж-Дакар Если мне уже 25 И я гонщик только в душе Как попасть на Дакар Стать гонщиком С чего начать Череповец Ну и много таких смс Константин Вопрос собственно к нам В реально это сделать В ком возрасте надо начинать Вы знаете Вот именно ралли-рейды Такая дисциплина Когда можно начинать Наверное в любом возрасте Она не требует изначально Никакой специфической подготовки Я имею ввиду такой Как допустим Там классическое ралли Где нужно там Сначала заниматься картингом Потом еще что-то Здесь более свободная история Хотя конечно Подготовленным гораздо легче Но для того Чтобы попробовать себя Наверное Для этого проводится много гонок В России И чемпионат российский И кубок российский Относительно доступный Я имею ввиду финансово Обратиться Какую-нибудь команду Или кому-то У кого есть автомобили Попробовать И тогда Для себя понять Просто Готов ты к этому Или не готов А что касается Дакара Ну я уже говорил Что это наверное Самая высшая степень Гонок Именно ралли-рейдовых И естественно Что одна из больших проблем Это финансовая Составляющая Нужно понимать Что если ты хочешь Доехать до финиша Дакара То Ну цифры Совершенно серьезные И без определенной Спонсорской поддержки Либо Что это миллионы долларов Ну не миллионы Но Сотни Надо рассчитывать Того что Начинать там С 200 тысяч евро Для того чтобы Действительно Иметь хорошую технику Иметь хорошую поддержку И добраться до финиша Именно Там Это на саму гонку Это не считая машины Нет Ну нет Я имею в виду Если есть своя машина То там цифры Примерно такие же Потому что Ну твоя техника Понятно Что ты ее там разломаешь Потом К этим деньгам Придется добавлять следующий Чтобы ее потом восстановить Ну либо выкинуть ее А если идет разговор Об арендной истории Или что-то еще То это конечно Другие деньги И другая Ну просто к примеру Например Вольсваген На которой участвовали Заводские Стоимость автомобиля Переваливает за миллион евро Изначально То есть от автомобиля Там в принципе Не остается Ну вот от исполненного Автомобиля Ну вот на мини Допустим Если говорить про мини То я уже говорил Что это некий Кантримен Который накачали насосом Надули он такой Более Стал пузатый Больше размером Хотя Стандартно Если посмотреть Лобовое стекло от мини Фары передние от мини Задние фары Тоже от него Ручки от мини Купера Ну вот Ну и Пожалуй все Да пожалуй наверное все Ну там за исключением Некоторых еще узлов А все остальное Это реально прототип Специально подготовленный Автомобиль То есть Трубчатый каркас Целиком просто весь Да Несущая конструкция Которую Вот вот мотор БМВ Сколько литров? Три литра Битурбомотор А сколько лошадей? Ну Честно вам никто не скажет Потому что Это Ну не то что секрет А Трудно вообще понять А нет лимита какого-то? Лимита абсолютно нет Есть технические требования По подготовке Двигателя Он должен быть стандартный Там с небольшими изменениями Но дальше все зависит от того Что Какой стоит Блок управления Как он настроен Ну это там уже Своя специфика Вот Полностью переделанная трансмиссия Сделана А сколько ступеней? Шестиступенчатая Да Секвентальная коробка Фирмы САДЭФ Мосты Передние и задние Тоже САДЭФ Но это специально подготовленный То есть свой корпус И все валы И шестеренки Ну все Все сделано специально Ну вот В основном Остальные комплектующие Это Как правило Собранные из Комплектующих Заводов Которые делают Специально Спортивные запчасти Ну грубо говоря Суппорта Диски И так далее Ну то есть Это реально Серьезно подготовленный автомобиль То есть даже теоретически Ни на одном Существующем Конвейерном джипе Вы даже медленно Не спеша Без амбиции Не пройти Да нет На самом деле Есть категория Так называемая Т2 Это Стандартный автомобиль С небольшими видоизменениями Он Предусматривает То что Используется Стандартный И более того Нельзя много чего Менять там Наоборот Можно что-то поменять Но незначительно Ну вот Просто усиленные Конструкции Обваренные И так далее Он Такая категория есть И они Тоже доезжают До финиша Но в большинстве случаев Это как правило Также автомобили Подготовленные заводом Например там Есть компания Автободи Французская Которая Ну Представляет Тойоту А на самом деле Это заводской Подготовленный заводом Автомобиль Тойота Он Конкурентоспособен Но он доезжает До финиша Все остальные Самоделки Ну В меньшей степени Ну просто вот интересный вопрос Читал в каком-то журнале Что есть абсолютно Авантюрная гонка По следам Дакара На машинах Не дороже 500 долларов Не слышали о такой Алексей Ну На самом деле На самом деле Челлендж так называемый Он существует Практически со всеми Сейчас это практикуется Именно для тех людей Которые хотят себя попробовать Которых нет бюджета Грандиозного Но Есть желание Почувствовать Что это такое Как-то поучаствовать В этом Действительно авантюре Некое путешествие То есть Это действительно Стандартные Более-менее Автомобили Которые едут колонной Параллельно с гонкой Либо Сзади нее У них там Тоже существует Между собой Какой-то Межусобойчик какой-то И так далее Но это как правило Ограничено там Колонной Да-да-да И так далее То есть Ну опять-таки Всегда количество желающих Огромное Я говорю что Помимо самого Дакара Там 300-500 участников В общей сложности Да И еще куча техники Там Ну в общем Общий состав Как правило Порядка 700 единиц Подвижного состава Общего Большая армия Да К нему еще Добавляется Группа поддержки В виде мотоциклистов Всегда Очень большое количество Мотоциклистов Местных Разных туристов Которые едут Параллельно с Дакаром По дорогам Вне дорог И так далее Прям огромная стая И вот в том числе И автомобильный Вот этот челлендж Который всегда Тоже присутствует У меня такой вопрос Из жизни Для вас 100 километров Под Москву махнуть Это как Долго ехать? Или это уже не расстояние 100 километров? Да нет Дело не в этом Нужно понимать О том что Езда по дорогам Московским Наверное Это свой Дакар Сложнее? Да Сложнее гораздо Потому что Там На том Дакаре Все зависит от тебя Твоего мастерства И насколько ты подготовлен То здесь Наши дороги К сожалению Зависят больше От его участников Которые как правило Купили провали Нашли их под елкой Там на новый год В виде подарка И так далее То есть люди не представляющие Ничего В общем друзья Если вы сдали на права сами У вас есть чисто теоретический шанс Поучаствовать в таких гонках Кто обычно Первый приходит в среднем? Мотоциклисты Грузовики Или Вот ваши автомобили Джипы? Нет Ну вот Я могу сказать так Что Мотоциклисты У них отдельный зачет Их очень трудно сравнивать С машинами Хотя Существует негласная Вот борьба Мы всегда С шлисером Сравнивали свое время С Комой Либо с там С Депре И так далее То есть есть такая Это мотолидеры Да Это Грубо говоря Мотолидеры Известные очень люди Неоднократные победители Дакаров И всяких кубковых гонок То есть это ребята Серьезные Действительно Мотоциклисты Вот как правило С ними начинается Такая внегласная борьба И они действительно Едут быстро И наравне с быстрыми машинами А вот и чисто Квалификация Если говорить То вот зачет Отдельные Автомобили и грузовики То я хочу сказать Что вот на последних этапах То есть И в основном Все этапы смешанные И старт происходит По результатам Предыдущего Спецучастка Могу сказать Что вот Несколько дней до финиша КамАЗ Стартовал седьмым По счету Ну дошли почти до самого Спасибо большое У нас закончилось Женю время Константин Жильцов Был у нас в гостях Призел ралли Париж-Дакар Вместе с Леонидом Новицким Они это сделали Спасибо огромное Удачи Спасибо всем Субтитры сделал DimaTorzok